Здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами канал Брошь об Израиле. Меня зовут Шуланит. И сегодня я намеревалась снять свой день. И вот первое, с чего начался сегодня мой день, это с того, что мне привезли заказанные мной продукты. Вчера я заказала, и сегодня мне привезли из супермаркета Рами Леви. Надо сказать, что в этом супермаркете я больше года не заказывала. Заказывала в разных сетях. У нас сейчас где-то, наверное, 7 или 8 сетей, из которых можно заказать продукты. Но вот решила вернуться и проверить, как же там сейчас. И была приятно удивлена. У них время доставки обычно в магазинах в течение 2 часов они обязуются. Но в этом магазине в течение 4 часов. И я указала время с 10 утра до 2 часов дня. Каково же было мое удивление, когда в 10 часов мне уже доставили продукты. Как вы видите, вот в таких мешках доставляют покупки из супермаркета Рами Леви. И я эти пакеты уже сложила и уже продукты вытащила из них. Из фруктов я купила сливы. Сливы стоят 5,90 за килограмм. Если хотите в долларах, то делите 5,90 на 3,45. Если вы хотите в евро, делите на 3,8 примерно. Купила помидоры. Помидоры стоят 3,90. Огурцы 5,90. Привезли мне арбуз. Я еще не успела его вынуть даже из сетки. Довольно большой. Больше 6 килограмм. Килограмм стоит шекель 90. Купила я также картошку. Не удивляйтесь, что на тарелке я ее просто перекладываю в другую емкость. Картошка стоит 3,90 за килограмм. И мне что нравится, что там можно купить по весу. А не в готовых пакетах, которые расфасованы по 4 килограмма. Потому что я хотела купить только 2 килограмма. Купила молочные продукты. Ревион. 1,5% жирности. Это наш израильский кефир. Очень вкусный. И я заплатила за него очень дешево. 8,60. Обычно где-то за 11 шекелей мы его покупаем. Купила 3% молоко фирмы Тара. Оно стоит 5,90. Сливки. Это жирные сливки для взбивания. 38%, как вы видите. Они долгоиграющие. Посмотрите, до 3 октября 2020 года они годятся. Купила несколько банок коттеджа Тнова. 5% жирности. Что такое коттедж? Я не раз вам рассказывала. Это подобие зернёного творога. Но, на мой взгляд, вкуснее. Продается он по необыкновенной низкой цене. Он продается за 4,40. Сметана 15% фирмы Ятвата. 2,40. 100 грамм сливочного масла Тнова за 3,90. Сметанный сыр Филадельфия за 12 шекелей. Тоже дешевле, чем в любом другом месте. Это Даниэла. Даниэла – это такой десерт со вкусом ванили. Я взяла. Они с разными вкусами бывают. Он нежирный. 5% жирности. Очень любят его дети. Можно давать даже маленьким детям. И по вкусу напоминает взбитые сливки. По консистенции тоже. Хотя это никакие не сливки. Это йогурт с какой-то творожной пастой, видимо, взбит. И получается очень вкусная вещь. Просто действительно хороший и полезный десерт. Тут написано 3,90, но мне продали за 3,75. Видимо, какая-то акция была. Ещё я купила яйца, но успела уже их положить в холодильник. Яйца у нас стоят 11,30 за 12 штук. И это яйца размера ладж, то есть большие. Купила куриные ножки. Куриные ножки стоят 19,90 за килограмм. Купила кетчуп фирмы Оссен. Здесь 710 грамм. Здесь нету консервантов. И на 50% меньше сахара, чем обычно бывает в кетчупе. Стоит 8,90. Взяла белый хлеб фирмы Бермана. Я обычно беру. Это простой белый хлеб. Стоит 6,50, как видите. Здесь 750 грамм. Он уже нарезанный. Я сама его не ем. Но мой муж иногда, да, берёт вот этот хлеб для бутербродов. Ну, вот и всё, что я купила. Выводы, которые я хочу сделать со своей закупки в раме Леви, в котором я давно не покупала. Всем был бы хороший тиммагазин, но и ценами, и быстро доставили вежливо и красиво. Всё было бы хорошо. Но что, мне не понравилось? Мне не понравилось. Ну, во-первых, кое-чего не было. Но это часто бывает. При такой закупке можно подкупить. Это не страшно. Но самое плохое, что случилось, это то, что я заказала лосось, нарезанный кусочками для запекания в духовке. И мне его не привезли, а вот деньги за него взяли. Я, конечно, тут же позвонила в службу доставки, и мне это вернут прямо на мой счёт, эти деньги. Это не проблема. Они без разговоров всё-таки в случаях возвращают. Но всё равно это как-то неприятно. Остался осадок. Думаю, что в следующий раз я всё-таки закажу в каком-то другом месте. Вы знаете о том, что помидоры не надо хранить в холодильнике, а их надо хранить при комнатной температуре. Тогда они сохраняют свой вкус, и те, которые не дозрели, прекрасно дозревают. Но я раньше держала их просто в плетёной корзиночке, корзиночка приказала долго жить. Вот такое деревянное блюдо я купила в Икеа для того, чтобы держать там помидоры. И стоит оно 25 шекелей. В принципе, это декоративная тарелка такая. И я решила, что будет красиво смотреться у меня на острове моём. И поэтому я купила. А потом прочитала, что оно покрыто лаком. Но я не уверена, что можно хранить на этом блюде пищевые продукты. Поэтому я подстилаю салфеточку и на неё кладу помидоры. Вот так я храню помидоры прямо вот здесь, на моём острове. Ну вот пока другого решения я не нашла. А как храните помидоры вы? Шла в Суперфарм. Здесь очень мало людей, что очень мне нравится. Сегодня мы людей сбегаем, где только можем. И тут разные новиночки. Я увидела, вернее, может, они не новинки, но для меня они новинки. Какие-то шампуни, о которых я ничегошеньки не знаю. Сейчас посмотрим, что это. Может быть, скажет мне кто-нибудь, что это. Вот тоже суперфуд какой-то для волос. Вот кто знает, что это. Что это за шампунь такой? Написано, что произведено в России. Без СЛС. То есть без силиконов. Кто это такие? И такие же есть жёлтого цвета бутылочки. Такие же есть голубые. Надо выяснить, что это за такой шампунь. Тоже какой-то новый, который я никогда не пользовалась. Кто знает. Ещё я обнаружила детекс для волос. Посмотрим. Это такой шампунь. У них защитный спрей. И у них ещё маска для волос. Посмотрите, какая красивая клумба. Это прямо на улице я наткнулась. Как палитра художника и даже кисточка есть. Красота. Вот так мы сейчас выглядим. Это я в Икеа. По всей Икеа разбросаны вот такие стойки. Здесь находятся перчатки. Одноразовые. Здесь находится санитайзер. И вот такие вот дезинфицирующие тряпочки. И это тут везде буквально. Эмдат хитуй. То есть стойка для дезинфекции. Если можно так перевести. Из нового в Икеа. Вот такая собачка за 95 шекелей. Вот тут ещё такая штучка. Смотрите, какая машинка. И потом вот такое блюдо это фактически в виде бананов. Тут вазочки какие-то новые. В общем, вот такие вот новинки. А как вам вот такая фигурка? Пальчики можно сгибать по-разному, но вот кому-то захотелось именно так. Вот так продаётся эта штуковина. Стоит это добро 69 шекелей. Я, как всегда, ищу, что выживет на моём балконе. Ну, такое, конечно, выживет, но мне это неинтересно. Это комнатное растение, а мне надо уличное. Нахожусь в торговом центре и ищу себе сумку. Посмотрите, какое название. Почти Луис Витон. Вечерний городской пейзаж. Я всё искала укромное место, где нет людей, но всё время едут машины, ходят люди. Очень тяжело снимать в такой ситуации. День пробежал незаметно, и вот уже вечер наступает, и уже солнце село. И посмотрите, вон месяц на небе. Видите? Надеюсь, что вышло. Я ничего не успела сказать о ситуации в Израиле. Ситуация стала хуже. С каждым днём всё больше людей заболевает. Правда, смертность очень низкая. Одна из самых низких в мире. Ситуация у нас ухудшается. Я боюсь, как бы не ввели новые ограничения, потому что просто уже надоело, уже хочется нормальной жизни человеческой. И я старалась как можно быстрее сделать все свои дела, но пока не вышло всё, что я хотела сделать, потому что вдруг снова придётся сидеть дома. Так что пока нас выпускают... Шучу, выпускают. Но пока мы можем передвигаться, где хотим, я стараюсь всё, что можно сделать. А у меня дел накопилось много, потому что пару месяцев почти никуда не ходили, а дел накопилось разных много. Ну, в общем, короче говоря, я не хочу перечислять все свои дела, они разные. Я ещё приду домой, сейчас пирог мне надо делать. Покажу, надеюсь. И на этом я прощаюсь с вами. Я надеюсь, что до скорых встреч. И будьте здоровы, и берегите себя. До свидания. Давно ничего не пекла, и вот решила испечь пирог с фруктами. Тут нектарины и сливы. Рецепт, кстати, у меня есть на канале. Дам ссылку. Вот что я вытащила из духовки. Ну, вот что у меня получилось. Теперь как остынет, надо сразу же посыпать сахарной пудрой. Пирог готов. Так, давайте разрежем. Так, давайте посмотрим, что у меня получилось. Вот что получилось. Вот такой сочный, вкусный пирог. Вот такой получается сочный, очень получается пирог. И вкусный. Сейчас ко мне придут гости, будем его есть. Сочный пирог. Продолжение следует...